Сегодня 28 ноября 2021 года. Это значит, что сегодня исполнилось 8 лет со дня основания ИАПС «Антитопор». Старейший YouTube-канал, разоблачающий азербайджанские и турецкие фальсификации. И не только. 8 лет. Спасибо вам за то, что все эти годы вы были с нами, были, есть. И вы остаетесь нашими преданными зрителями, нашими преданными читателями. Я хочу сказать, что еще ничего не потеряно. Не нужно огорчаться. Все будет хорошо. Армения очень древняя страна. Армяне очень древний народ. Мы не раз, бывало так, что проигрывали, выигрывали. Но мы оставались жить и по-прежнему живем и будем жить. И по-прежнему нам будут возвращаться наши территории. Мы не раз получали пощечину, но после этой самой пощечины трезвыми и более здравыми и сильными возвращались в строй. И то ли еще будет. Вот увидите. И не зря я стою именно здесь, в скопье, в столице Македонии. А за мной вот этот вот символ. Памятник Александру Македонскому. Это значит, что я уверен, что мы еще вернемся в свои дома, которые ныне оккупированы и Азербайджаном, и Турцией. Еще раз хочу сказать, не нужно огорчаться. Все будет хорошо. Вот такая вот оказалась наша доля, наша участь по нашей же вине. Теперь я хочу обратиться к Пашиняну. А вот на этой стороне памятник царю Самуилу. Царю Македонии. Это был сын Рипсиме и Никогайоса. Сильнейший был правитель. У него было очень много побед, были и поражения. Но самое великое поражение, которое ему нанес, это византийский царь Василий Болгоробойца. Кстати, тоже армянин по происхождению, как и царь Самуил. Так вот, когда армия Самуила потерпела поражение от войск византийского царя Василия Болгоробойца, царь Самуил, или как в других версиях царь Самвел, скончался от сердечного приступа. Он не мог пережить этого позорного поражения. Никол Баванович, он не мог пережить позорного поражения. Вот это вот армянин, вот это вот царь. Его до сих пор уважают здесь, в Македонии, да и в соседней Болгарии в том числе. Всем остальным хочу вот что сказать. Сейчас довольно-таки много в ТикТоке, на Ютуб-канале каких-то отщепенцев как азербайджанского, так и армянского происхождения. Вот сейчас вот их лица перед вами, отщепенцев азербайджанского происхождения. Также есть отщепенцы армянского происхождения, тупорылые и страшно, которые заходят к ним на канал и говорят о дружбе, о мире, о жвачке, или вообще спорят, спорят не имея вообще никакого хотя бы малейшего представления о родной истории. Вот просто заходят и они думают, что покажутся умными, а на самом деле оказываются перед одним и шагом более бароноидными. Вот увидите их, передайте им, пусть они посмотрят вот это видео, узнают себя, может быть хоть покраснеют, постыдятся. Чего уж там говорить. Ведь сейчас в Азербайджане ликуют, это их первая, скажем, такая мнимая победа с помощью всех и вся, и поэтому они никак успокоиться не могут. Вы только представьте, что за 25 лет не было таких ликований у армян, потому что, наверное, армяне на генном уровне знают, что такое победа и что такое поражение. А у этих первый раз в истории, вот они и ликуют, причем ликуют даже люди нетрадиционной ориентации, вот как этот, например. Что еще хочу сказать? Нашим соседям хочу обратиться, грузинам, вам тоже скажу, то ли еще будет. Вот есть некоторые такие грузины, которые тоже совершают всяко разные, не очень симпатичные вещи, мягко скажу я. Особенно вот эта вот дама, которая собирает из себя на канале и армян, азербайджанцев, начинает провоцировать и так далее и тому подобное. Послушайте, в рации наши, друзья, смотрите, у вас проблем намного хлеще, больше, чем у армян, у ваших соседей. Намного больше. У вас проблема с Южной Осетией, у вас проблема с Абхазией, у вас проблема с Россией, у вас проблема с этим там монастырем Давид Гареджа с Азербайджаном. Ваши земли также оккупированы Турцией. А вы сидите, я не знаю, пятки целуете нашим врагам и издеваетесь там, как вам кажется, смеетесь над чем-то. Вот мы посмотрим, кто последними будут смеяться. Увидим. Мне, конечно, не хотелось бы ссориться ни с кем. У меня есть приятели среди грузин. И в жизни я не встречал таких грузин, как вот я вот встречаю порой на канале. Я не знаю, почему. В жизни не встречаются они мне. Как правило, вполне приятные и нормальные люди. А вот здесь вот такое убожество. В принципе, как и с азербайджанской, как и с армянской стороны. Ну, вот вроде бы я все сказал. Еще раз хочу сказать всем спасибо. Спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Впереди много интересного. И от меня лично, и от наших гостей. Ну, и привет всем из Македонии.